В эфире программа «Семь минут. Здравствуйте!» В гостях у меня сегодня победитель международного конкурса «Нью-Йорк. I love you» Арвика Казанчан. Здравствуй! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, что это за конкурс такой? Это международный конкурс, в котором выявляют талантливую молодежь. Там множество номинаций и танцевальные, и игра на фортепьяно, и виолончели, и остальных музыкальных инструментов, и академический вокал, эстрадный вокал. Насколько я поняла, судя по названию, проходил в Нью-Йорке конкурс, да? Да, сам конкурс проходил в Нью-Йорке, в одном из театров. Я исполняла романс русский. Тебе в Нью-Йорке понравилось? Да, мне очень понравилось. Нам проводили множество экскурсий по достопримечательным местам. Первый раз там была? Да, была первый раз. Сказочное место. Мне очень понравилось. А вот смотри, русский романс. Почему именно русский и почему именно романс? Почему такой выбор? Ну, мне показалось, что это наилучшее представление русской культуры. Я хотела принести в другую страну русскую культуру, показать русские какие-то традиции. Как ты попала на этот конкурс? Сначала я стала финалистом всероссийского конкурса «Серебряный голос России». Потом международного конкурса «Колыбели России». И потом поступило предложение поехать в Нью-Йорк на международный конкурс. И я, конечно же, согласилась. И попала на международный конкурс «Нью-Йорк. I love you». А сложно было победить? Много было конкурентов? Конкурсов конкурентов было много. Огромное волнение, конечно же. И когда назвали, что я победитель, когда сказали, что я победитель, я сначала не поверила. А потом меня переполняли эмоции. Я была очень рада. Ну, еще бы. А вот смотри, что больше было? Все-таки какого-то волнения или гордости? Ну, сначала волнения, прежде всего. А потом уже какая-то радость, гордость. А из каких стран еще участники были? Из Казахстана были. Ну, много стран было, да? Из множества стран, да. Тебе было не до того? Да, я как-то даже не успевала следить за этим. Я как-то была, ну... Другим за ним. Да, с мыслями о другом. А сколько времени ты там провела в Нью-Йорке? Я была там неделю. И конкурс проходил неделю? Нет, конкурс проходил в один день, в два дня. Остальные дни были экскурсии. Конечно же, хотелось все посмотреть. И еще, наверное, морально настраивалась, репетировала, конечно же. Распевалась, репетировала, да. Вот смотри, академический вокал, да? То есть ты этим занимаешься целенаправленно в жизни? Или как? Ну, сначала я хотела заниматься просто для себя. Но я не думала, что попаду на какие-то конкурсы. Потом стало получаться, стало безумно нравиться. И теперь я занимаюсь этим целенаправленно. А как давно этим занимаешься? Занимаюсь уже лет семь. А изначально тебе просто захотелось пить? Да, изначально просто захотелось. Просто пришла попробовать и начал получаться. Ну, наверное, был какой-то хороший руководитель. Руководитель у меня прекрасный. Это обцежка Татьяна Ивановна. Я ее очень сильно люблю. Очень хороший человек. Она с тобой туда ездила? Нет, к сожалению, она не смогла со мной поехать. Но я бы хотела сказать руководителям, которые там были со мной. Это Чемирева Наталья Михайловна. Она была моим аккомпаниатором. И... Еще кто? И Юлия Павловна. Она помогала мне, распевала меня. Ну и настраивала морально. Вот. Вот хотелось бы им сказать огромное спасибо. А вот какие у тебя были ощущения вообще, когда вот ты вышла на сцену, да? Поняла, что вот сейчас, возможно, будет твой звездный час. И для этого нужно постараться, да, чтобы он именно был. Да. Что ты при этом чувствовала? Я сильно волновалась. Мне в глаза слепили софиты. Я ничего не видела. Вот. И так, наверное, даже было спокойнее. И я настраивала себя на то, что это выступление должно быть самым лучшим. То есть ты вышла и поняла вот прямо здесь и прямо сейчас, а потом можно нервничать сколько угодно. Да. Отлично. Сколько тебе лет, если не секрет? Мне 16 лет. Вот такая красивая девушка. Вообще умница, да? Чем еще занимаешься? Я так понимаю, что талантливый человек, он талантлив во всем. Ну да, играю на фортепиано. Ну, иногда фотографирую. Занимаюсь фотографией, вот. Ну, пробовала рисовать. Ну, как, все по чуть-чуть. В школе отличница? Ну да. Я угадала. А как свободное время проводишь? Ну, с друзьями, улицы, кино, даже театры. А какие планы? Чего хочешь добиться? Ну, в планах у меня конкурс, который будет проходить в конце апреля и начало мая. Это будет Евро-тур. Сам конкурс будет проходить в Сан-Ремо. Вот. Сейчас готовлюсь на него. Ну, что ты там будешь делать? Тоже представлять русский романс, академический вокал. Вот. А это будет тот же самый романс или какой-то другой? Я думаю, что это будет какой-то другой. А, в этот раз, кстати, что-то пела. Я исполняла романс Гурелева «Право маменьке скажу». Может быть, прям чуть-чуть. Давай. Что такое, это значит? Как одна я с ним сижу, Все тоскоет, он и плачет. Право маменьке скажу, Под окном моим все бродит, Сам с собою говорит. Как одна он глаз не сводит, О прелюдях не глядит, О прелюдях не глядит. Здорово, Олечка, спасибо тебе большое. А вот смотри, закончишь школу уже скоро, да? Ну да. Сколько еще учиться? Ну, еще два года. Два года, да? Да. И что потом будешь делать? Вот как-то целенаправленно заниматься именно пением? Или какую-то профессию все-таки видишь? Я пока что точно не знаю, Но, скорее всего, Я буду заниматься музыкой для себя, А профессия будет другой. То есть пойдешь учиться в институт? Да. На юриста, инженера, на кого? Ну, скорее всего, юридические, скорее всего. И оставлю для себя музыку. Для души? Для души, да. Потому что уже не представляю себя без музыки, Без романцев. А куда-то вот учиться, Вот именно по музыкальному направлению дальше? Не хочешь, нет? Нет. То есть просто совмещать? Да, буду совмещать. Это вот диплом с этого самого конкурса, да, и кубок? Да, диплом и кубок с конкурса Нью-Йорк, I love you. Я стала лауреатом первой степени. Вот. Когда его вручали, Я, конечно же, сначала даже не поняла, Мне это или нет, Потому что я как-то даже не думала, Что я стану лауреатом. Вот. Ну, и потом все-таки... А оно случилось? Да. А кубок? Кубок тоже с этого конкурса. Очень такой красивый. На нем прописаны места, И я тебе проходил конкурсы, да, Это тоже очень так почетно. Я так думаю, это не единственные твои награды, В принципе, да? Ну да, у меня еще много разных... То есть у тебя дома есть какая-то специальная полочка, Или стеночка, Или все это хранится? Да, у меня есть ордены всякие, Как талантливая молодежь. Ну что ж, я тебе желаю, Чтобы вот таких наград в твоей жизни было еще очень-очень много. Спасибо. Спасибо тебе. Нашим телезрителям напомню, Что в эфире была программа «Семь минут», И в гостях у меня сегодня была Победитель международного конкурса «Нью-Йорка» и «Алавью» Аревика Казанчан. Редактор субтитров А.Семкин